В одном из кабинетов местной администрации настоящая оранжерея. Эти росточки гюзель Кривцова посадила сама. Здесь порядка тысячи растений. Гюзель не использует никаких дополнительных подкормок для цветов. Вместо них – внимание, любовь и забота. Важен и регулярный полив. На него, к слову, за раз уходит 100 литров воды. Каждому растению нужен особый подход. Есть неприхотливые цветы, есть и капризные, которые требуют особого внимания. Например, петунья. Это один из самых, наверное, со всей рассады, самых капризных, привередливых цветов. То есть, когда высаживаешь, неизвестно, сколько взойдет. И когда пересаживаешь тоже, то есть, очень плохо берется. Ну и насчет поливки тоже. День пропустишь, все, они уже вянут. Вот. Несмотря на то, что они очень такие привередливые, капризные, ну, все равно они очень красивые. И хочется полюбоваться этой красотой. Рассада стоит и в других кабинетах администрации, на подоконниках, где много света и тепла. Здесь она уже окрепла и поднялась. Радует работников своей красотой. С началом весны у нас кипит работа по выращиванию рассады. Мы в этом году запланировали на территории администрации очень много посадить цветов. Очень много на памятниках, которые у нас хорошеют с каждым годом. Поэтому это радует глаз, радует людей. В этом году мы планируем еще больше посадить цветов на детской и спортивных площадках. Высаживать цветы жители деревни будут все вместе. Конечно, под чутким руководством Гюзель Кривцовой. Эта работа начнется в начале июня, когда почва прогреется и будет комфортной для молодых растений. Совсем скоро территория деревни Вата преобразится. На кумбах появятся сотни цветов. Шафраны, петунии, астры и бархатцы. Тогда деревня Вата заиграет новыми яркими красками. Алена Новик, Леонид Мальковский. Телевидение Нижневартовского района. Вата. Специально для Югра-24.